Да, ребята, опять же, это Ассортед Таллинз ТВ, и добро пожаловать на наш канал YouTube-чанал. Ого! Следующий это 918 Spider и Grand Sport Veyron. Вот это спорный вопрос, но я думаю, что выиграть 918-е. Агера-прототип. Это самая первая Кёнигса Кагера. Смотрите на её дизайн. Так, наши участники готовы. Давайте заценим заезд. 918-е почти у финиша, а Bugatti её догоняет. Звучит классно. Это очень интересно. Электрокар GFG Style 2030, Vision Concept будущего, и Ferrari LaFerrari. Невероятный гиперкар от Ferrari. Я не совсем уверен, насколько она быстрая. Но это же электрокар. Мгновенный момент. Возможно, она выстрелит быстро. У неё, наверное, ещё полный привод. И она против LaFerrari, которая гибридная. Там электромоторы связаны с мотором 6,3 литра V12. Интересно, посмотрим. На старт. Поехали! Немного раньше стартануло. Но LaFerrari вроде выиграла. Следующий участник Пагани Зонда Чинквей с этой стороны. И Кёнигса Кагера на той стороне. Машины практически равные. Но эта Пагани одна из лучших. А звучит она невероятно. Один из лучших звуков V12. Давайте же посмотрим, как это закончится. Вот это звук V12. Зонда звучит сногсшибательно. А сейчас к линии старта подъезжает Кёнигсек Регера с системой Кёнигсек Деррик Драйв. Стартанёт она очень быстро. А на этой стороне Кёнигсек Ван Ту Ван. Они могут соперничать. У неё 1360 лошадей, 1360 килограмм веса. Но это машина с трека, понятна по её гигантским крыльям, которые плавно переходят в крышу. Всё это для аэродинамики. Эти две машины сейчас сделают заезд. Одна против другой. Самое комичное это то, что нельзя предугадать, кто точно победит. Это было очень быстро. Ну, тем не менее, Регера первая. У Ван Ту Ван вы слышите переключение передач, а у Регера их нет, потому что там нет коробки передач. Кстати, к слову, эта машина раньше была просто бомбой. На жёлтое ездил где-то 2 или 3 года назад. И выйдет она против Уайра Родстер. Моё предположение, что Регера будет немного быстрее из них двух. У Регера просто необычный звук, отсутствие переключения передач. Нужно немного привыкнуть к тому, как они все звучат на полных мощностях. Регера звучит невероятно. Это классная версия. Загата Феррари 599 GTB. Это GTZ Нибио Спайдер в купе с уникальным дизайном. Произведенная Загата. Основанная на 599 Super Grand Touring. Довольно-таки необычный визит такой машины. Очень интригующий. Я привык здесь видеть Кёнигса, Бугатти, Пагани. Это сумасшествие. А Гера Экс. О, уже началось. Сейчас будет очень громко. Могу вам сказать, что шум от СВД Родстер такой же дерзкий, как у СЛС Блэк Сириез. Думаю, что полный привод поможет СВД выиграть время и выйти вперёд, потому что у неё 770 сил против 631 силы. Хотя у СЛС стоит КПП с двойным сцеплением, в то время как у Ламборгини автоматическое КПП. О, позади у нас Сенса. Также идут съёмки этого события. Я думаю, мы уже знаем победителя. Также идут съёмки этого события. Ребята засидятся на вертолёте и снимают то, что мы сейчас видим. Лучшие суперкары взрывают эту трассу. А сейчас Феррари Энса против Макларен Сэна. 800 сил против 700 сил, или 600. Твин Турбо В8 против В12 атмосферного. Однако у Сэна больше прижимная сила. Она на трассе ведёт себя лучше, однако у неё проблемы со стартом. Чтобы прийти первым, нужно убрать спойлер. Эта трасса прямая, я думаю, если она использует лаунч-контроль, то она победит. Я думаю, вы со мной согласны, что Энса побеждает по звуку, но Сэна побеждает в гонке. Это было шумно, но классно. Другая Сэна против F12 TDM. 780 сил, задний привод. Сэна примерно на пару сотен кило легче. Послушайте звук TDF. О, это уже будет весело. Феерически громко. Lamborghini Aventador, SVG Roadster. А это Bugatti Chiron Sport Skyview со стеклянной панелью на крыше. Обе машины имеют огромную мощность, обе полноприводные. В этом случае 770 сил от 6 5-литрового V12, а в этом случае 1500 сил от 8-литрового Quatturbo W16. Да, 770 против 1500. По весу у Lamborghini 1500 кг против 2 тонн. Через секунду увидим результат, но я думаю, первой будет Chiron. А сзади стоит Carrera GT из Honda, которая просто все лучше и лучше. Широн просто выстрелил вперед. Но SVG звучал классно, это факт. Можно услышать это эхо в горах. Очень круто. Сейчас 600 сил, ручная КПП атмосферной V10. И примерно равная по мощности зонда. Не уверен, что у нее механика. А за рулем, кстати, директор компании Pagani. Должно быть интересно. Вот да, звучит классно. И вот видно, что сзади еще больше Pagani. Потрясающе. Кстати, у нее все-таки ручная КПП. Я думаю, ответ на вопрос получен. А вот еще, ребята. Вот здесь Vyra BC, а здесь Vyra Roadster и SLR. Парочка SVG. Ванквич Загата позади. Мне кажется, что совсем скоро доедет мой SLS. Заезд скоро начнется. Будет так же классно. 300 SL просто шикарный. Смотрите, целая очередь уникальных машин. А это уже в батл кабриолетов. SLR та, что дальше. DBS Volanty та, что ближе. У ближней, кстати, классный цвет. Думаю, вы видели своими глазами мощь SLR. И по итогу SLR первая. Удивительно. Думал, что DBS будет первой. Первая стартанула SVG. Не Сэна. Сэна вроде бы первой стартанула. То и придет, наверное, первой. Как-то непонятно, кто там первый пересек линию. А сейчас перед нами 300 SL. Давайте послушаем этот old school. Рядом с ней R8 Spider. Очень необычная смесь. Только недавно вспоминал о ней. R8 впереди. А сейчас перед нами LaFerrari против Pista Spider. Со среднемоторным расположением V8. Как думаете, итог состязания? Я отдаю свой голос за LaFerrari. LaFerrari впереди, как я и думал. Можно было предугадать. Бугатти безумно быстрые. Просто посмотрите, насколько она впереди. Бугатти Veyron Super Sport 1200 сил. Держатель мирового рекорда нашего времени. 268 миль в час. И снова Quatturbo 8 литров W16. Карбоновая. А там McLaren M6 GT. А далее Ford GT40. Я думаю, что Бугатти выиграла. Я думаю, что Бугатти опять выиграла. Машина, которая носит имя Enzo Ferrari. Поколение, разница в 10 лет. Существенная разница в лошадиных силах. 600 сил и 900-950 сил во Феррари. Очень эпичное зрелище. Кстати, там сзади вантуван и зонда Чинквей. Это будет очень прикольно увидеть. Зонда Чинквей. Кёнигсек вантуван. Две легендарные машины в мире. Поганый итальянец, а Кёнигсек из Швейцарии. Скоро они поедут. У него что-то случилось. Огромная мощность. А сейчас давайте посмотрим на разницу СЛС и СНР. 650 сил и 800 сил. Немного меньше по весу. Как часто вы встречаете Бугатти, Бугатти, Погани, Погани, GFG, а там еще больше их. Вроде не видели их ранее. Вот эти звуки. А там едет вантуван. А Гера РС. Мне кажется, она тюнингованная. Посмотрите на все это пространство, заполненное машинами. СЛС просто замечательный. И вся эта линейка мне кажется офигенной. Посмотрите, везде одни только машины. Все усеяно машинами по всей гоночной площадке. Спорткарами. Куча потрясающих звуков. Подъезжает Кёнигсек, Бугатти, Бугатти. И вы точно знаете, что дальше будет еще более классное Погани, Кёнигсек, ну или что-нибудь другое. Это микс разных моделей. Кунтаж, 911 Safari, GFG Style. Это линейка самых лучших представителей суперкаров, гиперкаров. Это моя любимица. Все сделано под их флаг. В синей золотом цвете. Это буквально произведение искусства. 7,3 литра атмосферной V12. Выхлопная система сзади просто невероятная. Крыша откинута. Просто представьте машину с откинутой крышей во время езды. С такой мощностью. Все это время воздух проходит над вами и заходит в двигатель. Идем по направлению к дороге заезда гиперкаров. Вот так примерно выглядит заезд самых лучших гиперкаров мира. В участии в ивенте нам помог сам Кристин Вон Кёнигсек. И директор Пагани тоже был здесь. И он сам участвовал в заезде.